Да, все верно, все верно. Ярослав, спасибо. Вот я рад, что ты сидишь здесь рядом и можешь исправить эту... Я для этого здесь и сижу, ребята. Да, спасибо, спасибо. А я думал все-таки. Кстати, ребят, раз уж мы так немножко начали общение в вольном стиле, я хотел бы поднять еще такую тему, что вот, Ярослав, вы недавно сказали про мини-турнир какой-то маловероятно, а то и невозможный. Так вот, я хотел бы продолжить мысль немножко в другом направлении. Мне кажется, вот иногда, возможно, даже мы здесь, сидя с вами, доживем до того момента, когда команды пикнут героев, после чего будет сказано «ГГ», следующая игра, потому что какая-то команда поймет, что по пику здесь особо ничего не светит. Да, нам здесь ловить нечего. Слушай, так это Блиц, такое типа будет в Дота Блиц, то есть когда они играют, а просто пикают быстро. Слушай, ну вот, они как-то исправились, прислушались, возможно, включили студию нашу, ну, многие команды так делают, так же, как в перерывах, конечно, смотрят они фишки, «Хочу знать», «Полную контуру» вот это все. Особенно иностранные команды, потому что вот как раз они меняются. Помнишь, неоднократно было у нас, что ЕГЭ прислушивались к нам, ППД особенно любит смотреть русскую аналитику, он этим и делится постоянно. Вот, Юниверс любит смотреть русскую аналитику. И все вот эти вот капитаны, они приходят к мысли, что стоит что-то подчеркнуть из наших слов. Ну, соответственно, вот и ВИС сразу нормально. Кто нам понимает у них английский язык? Никто не понимает. Ну вот, Энт понимает. Он мне когда в теннис играл, он говорил, «Гив, гив, отдай ракетку». Но он не получил ракетку, к сожалению. Теперь у тебя в номере есть ракетка. Есть ракетка, да. Даже не одна. Вот, он, видимо, понимает язык и взял Ио. Хотя Ио не так уж и сложно. Он говорит, «Ио, Ио, пик, ВИСПА». Действительно, ВИСПА взять не тяжело, тем более скоро у него будет Аркана. Особенно приятно будет пикать Ио. Покебол. Я думаю, что MVP Феникс не возьмет котла. Им не нужно котла. Подозреваешь? Конечно. Лайфстиллер и Слардарус. Давай, бах. Да, кстати, отличный пик, Ярослав, ты молодец. Сразу же подсказал им. Я уверен, что они ждут дилей на стриме, чтобы все-таки реализовать этот пик. Там пять минут, правда, дилей, но ничего страшного. Ну, у них времени много чего. Пока паузу поставят. Нет, у нас в прямом... Ну, тоже. А Винга со станом для начала игры. Хоть сейчас уже не очень для начала, но стан все-таки есть. Ну, кстати говоря, сейчас, так если посмотреть на скейл этого стана, я уже не могу сказать, что для начала игры. Все-таки его теперь нужно максить, ребята. Это очень важно. Тогда тоже нужно было максить. Нет, тогда он был для начала игры. Урона было много, урон рос хорошо. Слушай, не надо учить, мы в Китае были, нас всегда побеждал Винга со станом на единичку. Второй магией. Ты тогда еще не родился, Александр? Наверное. Наверное. Поэтому мы это знаем. Тогда не надо было. Тогда это минус армор, террор вот этот мерзкий, мерзопакостный террор. А он еще тогда не апнутый был. Очень страшный был не ап. Ну да, все верно, все верно. И пассивка, пассивоз. Пассивоз не трогали, по-моему. Вроде нет. Но, в общем, сейчас, конечно, стан очень плохой у Винги. Она теперь не для начала игры. Теперь это мид-лейт-гейм персонаж. Мид-лейт-гейм, все верно. Но, опять же, взять Виспа против команды MVP на ферст-пик. Они очень хорошо знают, как играть с Виспом, и очень хорошо понимают, как играть против Виспа. Что нам и продемонстрирует, я думаю, и надеюсь, в этой игре 15-минутной. Да, но ВГР вот знает, что делать со Сиддлером. Да. Нет, Винга уже есть. Она может засейвить. Она может засейвить. Но это не спасет Вингу. Ну, это же не совсем так, чтобы ультимативная какая-то контраб. Потому что, кроме того, что контрится на Эксерором, еще кабанчики тоже делают ему много проблем. В рейде кабанчики не делают ему проблем. Ну, рейдж тоже не всегда. Да, но я думаю, что Бистмастер, он в первую очередь здесь, ну, помимо того, что, конечно, он катерит лайфстилера, Вижен все-таки нельзя недооценивать. Вообще, это же Бистмастер имба, в первую очередь, вот этими птицами. Если их грамотно контролить, с Виспом ты хочешь видеть вражескую территорию. Ты хочешь летать, разведывать что-то, врываться, убивать с этого релокейта. Тебе нужен Вижен. Бистмастер, Висп, вообще, это ультимативные герои, если грамотно играть. Это старая, да, такая заготовочка и комба. То есть, Бистмастер где-то кого-то ищет, и Висп с каким-то героем прилетает. Вот, отлично. Совершенно верно, совершенно верно. Еще под... Извините, перебью тут. Ничего страшного, продолжайте. Под Бистмастера частенько некоторые команды берут тинкера, который может телепортироваться на птичку, и таким образом вся команда получается супермобильная. Просто один Бистмастер с другом идет в смоке, и вся команда приходит в какое-то место, точку ганга. Ну, довольно сложная в реализации стратегия, но эффективная. Тимберпила. Ну, я не знаю, но на тинкере... Может, ты... Вот у меня просто еще как-то нету в голове, что в нону прям крутой тинкер. Инвокер — это да, это но. Инвокер просто тоже неплохо, я к чему. Там санстрайки тоже хорошо работают. Ну, посмотрим, что там решат себе вичи гейм-криборн. Варианты есть. Они как бы могут... Нет, о Хускаре лучше не думать. Хотя, если взять Ораклы еще, боже мой, опять Виспаракл. Ну, я даже не знаю, если честно, против Найкса, Тимбера. Я бы Вайда в Кэрри играл. О Хускаре. На месте вичи гейм-криборн? Да, вот он в 300 тысяч оденец, он их убьет. Просто, да, тинкер с Виспом не очень хорошо, потому что у тебя все герои летают, но и в то же время... Толк-то. Как-то, да, вы в драках не особо сильны. Но драка очень тяжелая для тебя. То есть тебе надо прям все очень грамотно сделать. Потому что все очень дохлые, никому нельзя подставляться, все что-то там как пытаются закрысить, а в итоге никто не идет вперед, никто не вписывает дэмэдж. А на тебя просто бежит лайфстилер, жмет рейдж. Да, 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 все происходит очень негативно. Поэтому вот если вместо Виспаблок это другой суппорт, то да, круто было бы. Ну, и так Тинкер тоже не очень хорошо заходит. Ну, и бестмастер не тает какой-то, чтобы он там в АОЕ всех остановил и протанчил. Да, АВГР и не Ехоум. Да, все верно, АВГР и не Ехоум. Поэтому Ехоум сейчас на первом месте. АВГР и борются. Джаггернаут, все, победа. Кстати, вообще забыли этого героя, просто никто не берет. А не так давно чуть ли не на ферст пику летал. А те, кто берут, выигрывают. Вот сегодня я не смотрел несколько игр, и Джаггернаут везде там хорошо себя чувствовал. Это герой на самом деле очень большая проблема, потому что многие забывают, что нужен какой-то конкретный персонаж, который смог бы ломать этот вард в замесе. Потому что порой просто нет возможности до него добраться. То есть это Арава какая-то бешеная идет к тебе на хайграунд, например, с вардом, и ты не можешь его никак сломать, потому что если кто-то подойдет ближе, он умрет сразу. Поэтому нужны герои такие, как Винноманцер, какой-нибудь вардочком сломать. С снайпером, помню, мы контролировали как-то раз. А сейчас снайпером с Драгонлендсом это будет очень просто сделать, я считаю. И такой он уводит вард, и ты такой за ним бежишь, капкан закрылся. Капкан закрылся. Ну, на любой лизе не было. Выводишь и ломаешь, как вариант. Кстати, Тингер улучшился немножко с Джаггернаутом. Сало интереснее. То есть можно давить действительно через этот вард, машины там. Можно действительно как Тингер использовать не как сейчас, там, да, сплитпуссер какой-то бесполезный, а идти, накидывать марши из леса. Джаггернаут под вардулей пушит, вы не подходите. Тем более, тут такие герои, что кроме Найкса, как будет, ну да ладно, Тимбер может подрегениться, но опять же, ну, им нужно, чтобы его били. А кто тут будет бить? Тебя с пылами покидали, и ты стоишь где-то далеко. Марши стоят, ты не проберешься. То есть, да, Найкс в земелье может тебя закатиться, но опять же, а могут и тебя подловить. В общем, да, хороший, хороший. Сейчас вариант, даже Тингер, то есть мне нравится. Мне даже Лондруид вот нравится, на самом деле. Вот, если вспоминаю, Эскеп Гейминг, который еще... Ну, Лондруид как-то, как перебор, что ли. Ну, как бы, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот мы смотрели тех же Эскеп, и вот у них все игры, которые они смогли выиграть, то есть ту одну, именно Лондруидом приходили, и им неважно было, чтобы с них какой-то Тиммер, какой-то Ластилер, они просто шли, давили, убивали. И вот, скорее, дело в личном скилле коих, потому что он много практиковал Друида очень этого, поэтому... Они играли против Тиннси, тоже против Тингера. И он там, ну, заходил и развалил. Я говорю, это герой нестандартный, и на нем нужно очень хорошо уметь играть, нужно его чувствовать. Ну, тут не надо чувствовать ничего. Тут ты взял, пикнул Лондруида, поставил палочку, он регенится по 200 хп в секунду, и все, чувствует товара врага. А я думаю, нажать D, ну, ладно, не D, у кого-то другая кнопочка, этот батлл край, рейдж. Ну, вот нужно, понимаешь, чувствовать, когда его нажать, что делать, как. Ну, ты смотри, как делаешь. Откровенно говоря, не самый простой герой. Лондруид. Да, но джаггернаут облегчает. Джаггернаут, это попроще намного. В смысле, что с комба джаггернаут, бестмастер и лондруид? Почему? Очень много людей пикали раньше. Я не удивлюсь, если будет лондруид сейчас. Митя молодец. Просто подвис поман, там так будет зергенец под этим вортом, а там взяли зимирю четвертым героем, у них четыре героя с нулевым рейджом. Юзлесс. Да, лондруид хорошо заходит. Нет, лондруид смотрится, но мне кажется, что инвокер, инвокер, тинкер, лондруид, вот что-то такое. А возьмут темпларку. ДК еще есть. Ну, знаменитый китайский ДК, который приходит против Тимбера и игра проигранная. А возьмут они Шторм Спирита сейчас? Вообще, вообще, ребят, конечно, вы можете сочесть это за безумие, а меня уже под конец рабочего дня свихнувшимся, но пугно здесь заходит идеально. Пугно здесь тоже не пугно. Идеально от найс из двух ударов. Говорить нет, потому что я любое другое... Некрофоз заходит идеально. Давай на этом согласимся. Пугно не хуже. Да, некрофоз. Ну да. С Акторином. Неплохо заходит. Да, ты прав. Нет, Акторин полная поплавка. Андрей. Пугна хорошо. Акторин на некрофозе это артефакт, который должен идти в комплекте с ним. Это лучший артефакт, который только есть для некрофоза. Скидки будут тогда? Какие-нибудь можно сделать что-нибудь. Нет, это лучший артефакт на некрофозу. Ладно, тут изи лондруид и заканчивай. Лондруид это победа. Надо, чтобы феникса выиграли. А, ну да. Тогда у нас предсказания говорят. Урсу давайте. Тогда берем урсу на всякий случай, чтобы закрепить. Чтобы, да. Ну что ж, урсу тоже вариант. Урсу кайтить-то попроще. Ну ты такая... Скажешь так, урса для драки, а лонд здание ломает. Это такая знаменитая урса с ломит против Тимберсоу, вероятно. Нет, это хорошая урса, на самом деле, на мой взгляд. Два раскрытых кора уже милишники, один из суппортов, милишник. По сути, на подсейф есть свап Винги, у которого довольно большой кулдаун. В общем-то, ее довольно-таки сложно кайтить. Плюс, пока команда МВ будет кайтить, она не будет дамажить. Поэтому, не знаю, лично я согласен с пиком на 100%, особенно учитывая то, что под Виспа очень хорошо что уходит этот герой. Ну да. Не, бесспорно, замечательный герой, но опять же, у него просто тематика другая. Штулон был ломал здание, а данный герой ломает героев. Да. Ну сейчас дота такая. Ты знаешь, можно поломать героев, потом здание спокойное, когда герои все поломаны. В прошлой игре это привело к лишним 30 минутам игры. Ну да. Ну я думаю, для команды это не сильно большая проблема поиграть результат. А Тинкер здесь. Вот оно что. Теперь у нас 30 минут и с другой стороны подъехала. Слушай, интересно, но Тинкер мне не очень нравится. Во-первых, против Джаггера вообще не особо работает, когда особенно тебя подпушивают. Во-вторых, Бистмастер и Висп. Тебя везде видят и могут прилететь. Дизраптор. Куда ни кинь, все не очень здорово для Тинкера. Посмотрим сейчас, как будет. На самом деле, интересный вариант, как Тинкер. Их тоже не очень много было и вот под конец нашего рабочего дня будет очень хорошее завершение. Будем надеяться, что команды покажут нам великолепное исполнение, красивую игру и не заставят нас скучать. Я последний раз за сегодня передаю слово нашим замечательным комментаторам Касперу и Баффику. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами опять Каспер и Баффик. Баффик и Каспер. Мы продолжаем смотреть MVP Phoenix против Vichy Gaming. Да, утро у нас там уже в Киеве, в Москве. Вообще практически везде в СНГ, если так говорить. Ну да, я так совсем захватил, но вот в Киеве, в Москве уже утро, действительно. Надеюсь, у вас там солнышко сегодня. И действительно, последняя игра на сегодня для нас. Vichy Gaming Board нам уже показывают, но она сыграет на Джиггернауте. FY сыграет на Виспе. Кто у нас будет играть на Дизрапторе? DDC. Ничего себе! Как я угадал. Да вы неплохи. Энт сыграет на Урсе, да, и только я не сказал про Микасу, он будет играть на Бестмастере. Да, и, соответственно, за команду MVP Phoenix Дубу у нас Earth Spirit, на Vengeful Spirit играет Фэби, на Тинкере в Спирите играет Кво, очень сильный персонаж, который зашел на Лас Пик. О, а у нас там ФБшечка намечается. Нет, нет, тут все нормально. Тут без вопросов. Юикас бежит так за бомбой, да нет, все в дом, бро, все очень хорошо. Я прям вижу, вот он, вот он. Серебро держится. И знаешь, что это Клак? Я эту картинку с Рэмбо, когда он, знаешь, избитый, такой класс показывает. Нет, все замечательно. Без зубы просто бежит и все хорошо. да. Ну ладно, в целом, действительно, то, что он не погиб, это самое главное. Кого ты там не назвал? Кого ты не назвал точно? Я не назвал почти всех. Я не назвал еще MP на Лайфстилере и Форево на Тимбере я не назвал. Ну, ты исправил ситуацию. Давай посмотрим, кто забирает руны. Да, внизу FY контролирует на Веспе, сверху забирает Тинкер и интересное решение от FY. Сразу он идет от Рошана отдаваться, заберет баночку на базе. Я так понял. Или что? Что происходит? FY. Я сам что-то не понял. Ну, получил по щам, ладно. Странно, я думал, что он реально пойдет, типа, отдастся, например, на Рошане, заберет банку с базы и пойдет. То есть у меня такая логика была. Почему он стоял и просто получал тычки от Рошана? Примерно 4. Я не понял. Там, кстати, раскруточка сейчас от Ноно и он может сейчас раскрутиться на базу очень далеко. Хотя, вот зачем это происходило. Боже, насколько жесткий Мангейм. Это Next Level. Он потерял ХП специально, да, чтобы прийти. Да, да, чтобы с Ботлом восстанавливать здоровье. Я хотел немного поумничать на эту тему, но я не понимал, где ему это может пригодиться. И вот, действительно, где это пригодилось. Ты представляешь, сколько они, да, теперь это все понятно становится. Теперь, да, теперь все становится на свои места. Прояснилось. Да, и внизу, точнее, опять у нас на центре нападения. В этот раз нападают на Дубу и Дубу-то здесь не уйдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас здоровичка остается. Тут уже и Тинкер пошел. Слушай, а Тинкер-то может добить секунду до лазера. Недостаточно демеджа. Успевает отбиться бутылкой Айо. Но-но. Да, слушай, ну очень бодрое начало. Вот эти действия интересные от Виспа. Я просто первый раз, честно, такое замечаю вообще. Так, тут смотри, тут Котейка, Висп под Хилингвардом и... О, красота. Джигернау, да, под Тезером. В итоге Джаггер вообще очень быстро здоровье восстанавливает. И Кво пошел. Пошел. Таверн, наверное, Кво сейчас. Хотя еще... Квазер срабатывает. В итоге Кво уходит. И Файя тоже убивает. Отличный булыжник Адубу. Что происходит вообще на старте этой игры в центральной линии? Там Тоби просто уже тоже все как бы после этого момента. Да, очень, очень тонкий микромомент. Лазер вот этот зарешал, потому что Джиггернаут уже должен был замахиваться, наносить смертельный удар, но у него не получилось. И так как Кво ушел в лес, Висп тоже не мог его ударить, потому что просто из зоны видимости... Там вообще сейчас от Тавера погибает Венжфул Спирит. Это просто какая-то грязь. Я слышу смех. Слышу, слышу. Заливается Тоби-Ван. Я сам не понимаю, что происходит. И Тавер практически добивает уже Эмпи. А это вторая минута игры, 2.18, если быть точным. Ииии... Пытается золот хитить и файдинает на Виспе. Ну там все было достаточно очевидно, то есть не хватало двух ударов ровно. Да. И там был вопрос, либо Эмпи дотерпит и умрет под вышкой, либо все-таки придется отдавать вышку Виспу. Слушай, ну нереально какое-то начало этой игры. Много интересных событий произошло. Вот эти трюки с Виспом, потом непонятный дайв по Т1 Тавер. Ну он был понятный вполне, но закончился Блейд Фьюри и к его разобрался. А теперь вот такая вот неприятная, наверное, новость для команды МВП на верхней линии, когда погибает от вышки Венга, а потом еще и динает Тавер Висп. Это не может нравиться, я думаю. И врыв очередной. Кстати, Дубу был очень близок к тому, чтобы вкатиться в Виспа. Буквально секунда времени и Висп мог реально умереть здесь. Ну и что там наверху у нас? Наверху у нас пока продолжает фармить Найкс, у которого 19 добитых крипов. У Тинкера в центре тоже 15 на 10. Неплохо. Неплохо. У противника Тинкера... Извиняюсь. Тинкера Джаггернаута всего лишь 8 на 1. Вот такое интересное противостояние получилось в миде. Да, но при этом Бестмастер очень быстро фармит. Мы об этом не будем забывать. Мне кажется, скоро выйдет уже с ультимейтом. И с таким вот стартом будет это где-то, я думаю, на 4.50, возможно, где-то там в районе пятой минуты. Обрати внимание, насколько увлекательный фарм у Форева сейчас происходит. Он стоит на своем тимбере и с атакой в 50 месяц этого сатира уже, наверное, вечность. У него просто нет пилы, то есть он не может наносить урон там заклинаниями и вот он его загрыз. Кстати, у нас на верхней руне драка небольшая. Руну забирает Тинкер, но может погибнуть. Буллыжник от Дубу на опережение получился. И на развороте дерется неплохо Тинкер. Он сейчас еще и Нонос может убить. В итоге вкатывается у нас Дубу. И где лазеры? А вот, просто пришла Винга с хорошим станом для начала игры. В два, кстати, качаным. Да-да-да, то, о чем говорил Александр Дашкевич. Смотри, 4F как сильно ему достается сейчас и он умрет. Да. Ну, тут, конечно, крайне тяжело Тинберу. Мы уже не раз говорили о том, что Урс это герой, который против Тинберсо стоит замечательно. Можно просто его одного оставить, он этого Тинбера уничтожит на линии. Вообще без вариантов. Ты просто настакиваешь по КД Fury Swipes, не даешь ему подойти особо, постоянно гоняешь. Fury Swipes в действии 20 секунд. Это достаточно долго. Так, тут опять пришел Джиггернаут и опять у него могут быть проблемы. Он просто опять умирает. Его сейчас руками заколотят. Да, еще нужно одну тычку дать Тинкеру и неплохо сыграно. Отлично. Смотри, шестая минута 1400 золота у Тинкера уже. Да, после тапка и бот. Да, да. То есть, если у него появится там условно на 7-8 минуте тревела, но... А так и будет. Да уж. Так, Фарева попробует убить, атака на него. Он опять здесь умрет, если только камень не будет офигенный. Вот такой, например. Хотя у Фарева все равно проблемки. Ну, смотри, как быстро бежит Урса. И начинает грызть. Единственное дерево. Вот оно стоит. Глимпс есть. Фарев возвращается слишком далеко назад. Ну, вряд ли он уйдет. Тут его добьет Урсевич. Там уже 400 каффьюрисвайпс было. Там реально пикселя буквально не хватило для того, чтобы убежать. Я внимательно следил за рейнджем Глимпса и вот на кромочке просто Дизраптор вернул. Хорошо, хорошо. Но главное, что килл сделали. И счет 4-5. Вот это дотка. Вот что нужно на последнюю карту сегодняшнюю. Они вот этот тухляк. Да, да, да. На 14-й минуте у нас сегодня было. Да, сегодня у нас было на 14-й минуте ФБ. Не, на 12-50 там, по-моему, было. Да, что-то такое. Ну, короче, очень долго мы ждали ферстблат. Так, внизу драка на Виспа. Въезжает Дубу. Хороший булыжник опять. Да, ракеты залетают. И Кво теперь не выживет. Слушай. А еще и Тезер, и Дубу замедляют. У него маны не остается. И можно гнаться за ним дальше. Глимпс есть, если что. Урса на фейзах. И укатывается! Ебли-ли-стики. Очень крутая траектория. Хотя, ну тут из Раттера есть глимпс. Он глимпсом просто по дурсу сейчас вернет. Так и происходит. И Урса съедает. Дубу. Дубу никак Виспа добить не может. Какая же грязь в этой игре происходит. Как же все красиво. Да уж. Момент за моментом. Просто можно разбирать на хайлайтике этого вируса старта. Да уже 6 минут 40 секунд хайлайтов мы наблюдаем. Давай немножечко остудим пыл и посмотрим, кто же в итоге победитель в этой ситуации. Ну, если так вот включить график, хотя мы редко такое делаем, то будет видно, что сначала заработали побольше МВП, теперь зарабатывает ВГР уже неплохо, проводя последние минуты полторы-две. Но пока у них проблемка у Джиггернаута в центре. Вот он очень страдает. Но он там наделал делов вместе с Виспом со старта. Сначала даблкил, потом еще вот этот три килла в итоге отдали Тинкеру они. Да, и три фрага на Джиггернауте, конечно, хорошо на... Так. С маке. Есть 6-й левел у Бисмастера. Аррор по Фариву пытается... Какой булыжник! Да, богоподобный булыжник. И ДДС здесь умирает. Но он идет опять под Виспом драться. Тут приходит лайфстилер. В рейдже нападает на Виспа. У Виспа спастись просто нечем. Хотя нет, повторное использование Тезера, и он улетает. Дубу, наверное, уже не укатится отсюда. Да, никак не укатится. У Феби тоже оглушения нет, ничего нет. И убегает и фрф, и мп. Ну, вообще хорошо сыграл в итоге Эр Спирит. Он спас своего Тимбера. Болдер Смэшем здорово сыграл, действительно. Да, в итоге разменялись с суппортами. То есть выход оказался не столь эффективным у ВГР. Если промахнулся Эр Спирит, вот тогда было печально. Хорошо, но бы сейчас забрать. Смотри, смотри, смотри. Байтит идет. А, они байтят, да. Они байтят, ждут МП. МП, если что, инфест есть, поэтому он играет достаточно агрессивно. Он не сильно пока опасается. Но очень больно. До сих пор Тимбер пятого левела. Девятая минута игры уже идет. Очень сложно с таким, конечно, левелом драться. Да вообще без шестого, да, тут как-то проблематично. Вот Дизраптор пошел дофармливать себе уровень 6 на линии. Трвела, восьмая минута, 18 секунда. Ну да, 3-1-1. Если бы Тинкер там еще раз не умер, то у него бы уже трвела были давненько. Весело, весело, друзья. Но это самый, наверное, сейчас бодрый герой команды MVP. Вот он может делать ветер по карте. А такой герой есть у Вич Гейминг Лимон тоже. Это Урса, который купил себе со старта Морблит Маски, Фейсбуцы. Ну и шестой левел у Дизраптора. И ждет, ждет, по-моему, Дизраптор, если я не ошибаюсь, тут кого-то. Кого он может ждать? И посмотрим, есть ли у СПА шестой. Нет, его нет. Поэтому это все просто стоит и получает экспозицию Дизраптора. Мне кажется, Дизраптор тут вообще может ждать кого угодно, что просто герой пришел, как бы с телепорта, и Дизраптор его управляет. Ну, вернуть, да, например. Да, 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 да. Ну, такое. Так нечасто бывает. Тем более он далеко от Тавара, в принципе, был. Да и вообще, если так посмотреть, то был бы Висп, конечно, было бы понятно здесь нахождение Дизраптора, так он просто халявит и экспуловит. Так. Вообще не мешало бы шестой получить Виспу, как можно скорее. У него там четвертый, практически уже пятый. Вообще с появлением книжки, я думаю, он быстренько себя добьет. Книжка пойдет именно ему, потому что Дизраптор уже есть шестой, да. И я видел, смоук был у MVP. И вот сейчас мы видим смоук от VGR. Используется. Будет ли скан? Скана. А скана нет у дайеров, поэтому они ничего проверить не могут. И заходят на Рошана. Они просто Рошана будут убивать. Кстати, могут на это среагировать MVP. Правда, Air Spirit пока четвертый с половиной левел. И это неприятно. Вообще с левелом проблема у MVP. Сейчас бы в Рошпит затезериться. Да, бывает. Ну ладно. Так, слушай, ну все равно в хорошее положение у VGR. Возвращают Фебби. Сразу же в него Рор. Минус в Vengeful Spirit. Урса добивает Рошана, забирает Эгиду. Но тут без напряга получилось все. Вечи Gaming Reborn. Немножечко, конечно, нервы потрепал Тинкер. Но это не страшно, потому что марш машин первого левела всего лишь. Тоже вот этот экшен вынудил, наверное, Тинкера прокачать в три уже ракеты и в два лазер. Очень много он дрался на старте игры. Хоть и появились ранние тревела, но марш машин пока только первого левела. Ракеты лазер определенно не бесполезные и в бою пригодятся, но с памятями тяжеловато. У тебя монопол там 662, и ты даешь один прокаст, три арм, и максимум там еще одно заклинание можешь какое-то закинуть. Вот и я о том же. Ну и Т1 Тауэр на центре сломали в Вечи Gaming Reborn. Пойдут, наверное, дальше. Хотя еще 2 Т1 стоит и вверху, и внизу. Есть Glimpse, если что, возвращает Тинкера. Если я правильно понял, Дисраптор, да, именно так и было. Ёй, как Нон, это больно, ты посмотри. И ракетки летят, но Хеллингвард помогает. Да, кисик так нормально едет. Золотой причем. И ручкой машет. А для чего он так лапкой машет? Я уверен, что это какая-то фишка. Ну ладно. Да? Да, да, да. Ну он типа привет говорит. Хеллоу, хеллоу. Хеллоу, Китти. Как он так грустно мяукает, когда заканчивается. Еще один смоук. В этот раз уже от самих MVP. Да, и причем инфест есть в дубу. Причем это изначально очень интересно, ведь противник только недавно забирал Рошана. Соответственно, эгида есть. И могут в ВГР не побояться идти там спасать. Ну, что радует, сейчас видят MVP, что нет еще шестого левела у Виспа. Владеют этой информацией. Пока сами находятся в вражеском лесу. Джаггернаут не высовывается внизу. И будет встреча у нас. Хороший Сайленс. Но Статик Шторм неплохой от DDC в ответ. Дубу просто погибнет. Никуда ему не деться. Свапа Твинги, кстати, сейвит его. Но это не спасает. И Феби тоже может погибнуть. Рор по MP. Да, действительно так. MP пока пытается убить Виспа, который уже получил шестой с Велокитом, прилетел. Но MP его стирает. Кстати, MP достаточно далеко убежал. Но сразу же Глимсом его возвращают назад. И уничтожают. Хотя здесь Тимбер приходит, запиливает одного. Даблкилл от Энда. Еще и Тинкер ракетками настреливает. И пойдут ли под машинки. Ну да, первый марш он не так-то и страшен. Плюс кисик лечит. Лыжничек. Хороший Болдерсмаш. Очень хороший. Сайлент тоже неплохой. Да, да, да. Все хорошо сделал здесь. Еще один Глимс. И улетает Тимбер. Вот это неплохо. Фореф. Так, слушай. А вот Тинкер может стрелять. Ему некуда деваться здесь. Его видно. Он погибает. Непонятно. Тинкер как-то действовал. Еще и Дубу здесь увидели. И Дубу тут тоже умрет. Да, при этом по дороге прикупил себе Даггер Энд. Ну, в итоге умер не Дубу, а Фэбби. Но все же лишний фраг получилось сделать. Ребята к СМБП. Да, добивает его Энд. И щиприлетает Эмпи. Что происходит вообще в этой игре? Остановитесь, пожалуйста. Луста. Слушай, DC. Куда ты пошел? А он глимсить будет. Вот что он делает. А он спрятался в Инфест в итоге. Хорош. В Дубу Лайфстиллер. И не вернули его. Ну, вообще было неплохо. Такое месиво. Жуть. Слушай, ну это красиво. Вообще, из этих всех передряг в очень серьезный плюс выходит Михаил. Который Урса, который Энд. Михаил идеальный пик в этой игре. Идеальный. Я помню. Я могу рассказать историю, как Баффик половину пика кричал, да тут Урса идеальный герой. А наши аналитики про него даже не вспомнили. Между прочим. Так вот камушек. Мне просто повезло. Конечно халява. Так, кстати, Тимбер стирает Урсу. Вот это неприятно. Как так вышло-то вообще? Ну, как-то неаккуратно сыграли Вичи Гейминг Риборн. Так нельзя делать. Отдают очень хороший стрик и кормят по факту сейчас Тимберса. Но попытается напасть, возможно, Микаса внизу на Фэбби. Да, Венга здесь определенно встряла. Да, и можно глимпсить, наверное, так и делает. Дисраптор. Минус Венжифу Спирит. Прилетает МП и должен загрызть ДДС. Ой, как хорошо. Да, и тизера тоже не будет у Виспа. В итоге улететь ему будет затруднительно. Пытается он улететь с телепорта. Очень много урона. Какой же серьезный взрывной урон получился от Форева. И минус Висп. В итоге мы видим, что MVP потихонечку возвращается в эту игру. Да, они знатно подкормили в определенный момент противника. Ты посмотри сколько денег у Тимбера за вот эти пару киллов. Да, конечно. Уже 2-300. Уже можно пару запчастей на Бладстоун купить. А при таком Махаче Бладстоун это идеальный предмет. Главное не умирать, да. Очень важный момент. Уточнение такое. Нюансик. Ну, вообще, да. Сейчас эта серия смертей от Вич Геймингри Борн, она не красит их игру. Явно не стоило тут так бодро умирать. Чтобы они были очень серьезно впереди. Особенно Урсе нельзя было умирать, потому что у него стрик был очень большой. 8 киллов, извини меня. Так, Кьюо. Его видит энд. Попадает под марши. Даггер он точно не сможет уже использовать. Но Кьюо улетает. Без проблем. Там могут найти кинкера. В итоге находят пока Фэйби. Фэйби мрет. Кьюо улетает Стрэвэллов. Еще кинкер прибежал. Ну да, только пытались его поймать. Рор был, кстати, у Бестмастера, но Тинкер вовремя скрылся. Вообще, я думал, он сразу улетит. Странно, что там как-то еще Винга в итоге подставилась. Но успели, успели Лич Геймингри Борн поймать. Да, и вышку также они сейчас. А, смотри. ДДС находит Фарива. Есть Релокейт. Это будет минус Тимбер. Вообще, они красиво все делают. Вот в этом плане сейчас Виспа используют очень хорошо. Есть герои, которые могут контролировать. Да, это Дисраптор, это Бестмастер. Они бегают, находят момент, создают его и всегда прилетает Висп. Вместе с Урсой обычно поддерживают. Внизу сплетит команда MP Phoenix. Кстати, Сашу себе там покупает Ластильдер. Скорее всего, Сияму увидим. Хотя это может быть и Али Барда. Вполне против героя команды Вич и Геймингри Борн. Против Урса хорошо заходит. Хевенс Хелборд. Поэтому я не удивлюсь, если, например, Ластильдер захочет ее себе здесь приобрести. Да, и блин появляется у Тингера. Теперь его будет ловить намного тяжелее. Наверху встреча Джаггернаута и Венжфул Спирит. Не успел Кво помочь своему товарищу. И был лыжничек. Успевает залететь. И успевает разменять Джаггера. Вот тогда нормально. Важный килл для Ластильдера, кстати, тоже 500 монет зарабатывается. Да, доминейтинг сняли с Джаггера. Вот у него был старт очень плохой. У него там 0-3, что-то там 1 было. В итоге уже 5-4-2. То есть выровнялся Джаггер. Добирается потихонечку до верхов по фарму. Но пока еще малость отстает. Так что там 4-Ref-то пилит этот лес. Как же ненавидеть деревья. В общем, мне Сия больше нравится Ластильдера. Здесь я так посмотрел. Перемещаться быстрее. Там драки как-то мансить, прыгать, бегать. Ну там да, там вот эти кабаны с замедлениями неприятные. Можно просто за счет хорошей разницы. Герои вообще ВГР контактные. Поэтому Сия может неплохо зайти. Но посмотрим. А нет, Алибарда тоже норма. Алибарда чем хороша? Потому что Урса промахивается. Если Урса с оверпауэра промахивается там 2 удара, то урона огромное количество не долетает. Ну вот у Урса появляется Дефюжжал Блейд. Теперь уже не так это будет актуально, наверное, все-таки. Что именно? Ну все это я. Все, что происходит в этой игре. Потому что Урса будет просто сейчас срывать. Жизнь, две, депрессия. Ну реально, даже сейчас нельзя купить уже ГОСТ. Вот все, уже все поломано. Все пропало, шеф. Ротодаггер есть у Тинкера. Вообще есть еще классная штука, такая как лазер. И этот лазер, наверное, было бы неплохо прогрейдить еще потом с Агнимом. И посмотрим, что Коо будет в этой игре собирать. Но Агним мне здесь бы нравился, я думаю. Так. Дубу. Он в смоке. И в нем находится Лейфстиллер. В инфесте. Прыжочек на Микаса. Попытается моментально его уничтожить. Есть хороший Волтер Смэш. Минус Микаса. И тут Вис прилетает с Урса. Вот эти парни не шутят. Минус 2 уже делает Вич и Гейминг Реборн. В ответ на потерю своего оффлейнера. Ну и энд еще Эмпи должен забирать. Есть парочка ударов. Даблкил уже для Урсы. Возвращают еще Фарива. И его ультимейтом пытался убить Джаггернаут. Но Фарив уезжает на Тимберчейне. Да, и мана у него регенится очень быстро. Поэтому должен он успевать отсюда уходить. Запрыгивает на холме, где его тяжеловато достать. И улетает с телепорта. Браво Тимберу. Классно разрулил эту ситуацию. Хорошо, да. Ну, хорошо для Тимбера, но плохо в целом для команды МВП. Они неплохо убили Бестмастера. Но после этого как-то ничего уже сделать не смогли. Вновь этот релокейт. Вновь очень быстро реагирует Вичи Гейминг Реборн. Как же... Чего так вздыхаешь? Интересная игра эта происходит. Не, ну я вздыхаю от того, что мне реально уже тяжело. Потому что это у нас с тобой 10 игра на сегодня. Причем эта игра очень активная. Тут сложно за всем уследить. Сложно держать свои мысли в порядке. Потому что одни прям влетают, дерутся. Вторые летают, дерутся. Битва, драка, мертвые тела в экстазе. Все эти вещи, в общем, происходят в этой игре. Да, ну и теперь уже, я думаю, в ВГР время проявлять инициативу. Потому что нужно ловить этого Тинкера. Нужно пытаться его щемануть. Возможно, стоит поставить вот эти ворды на пригорочках, где Тинкер обычно прячется. Пока что Тинкер сам неплохо развлекается с DDC на верхней линии. Я вот смотрю, что там Тинкер придумал. И не будет туда никакого релокейта часом. Вообще он есть от релокейт. И Glimps использовал, в принципе, Disruptor. Но сразу же Blink. И никакой реакции от Vespo всяких не последовало. Тут вообще на Джиггернаута выход. Но на... Нет, нет. Выходили, я так понимаю, в итоге не на Джиггернаута, а именно на Disruptor. Disruptor с телепортом не уходил. Но на, конечно, крутился до последнего. Но не выкрутился. Да, не выкрутился из этой ситуации. Но при этом там он купился бы уже Клеймур. Не так, наверное, много денег он в итоге теряет. Хотя Dota нам бы скажет, что 400. Поэтому, да, много неприятно. Линза у Тинкера. Пока билд как раз-таки идет к тому, что мы видим по следующим айтамам Аганим. Так. И очень много урона будет залетать от этого Лазера. И так как Джиггернаут, Урса бьют все руками, крайне неприятно будет получать эту слепоту. Там у нас Рор Бестмастер использует. Это скорее, чтобы выжить. Ну и что? Будет ли гнаться дальше? Бестмастер-то потратил Рор. Я думаю, можно поехать. Да, действительно, заезжает. Тут смог. Очень интересный. 4F. Кажется, понял, что допустил ошибку. Успевает отъехать. Ставит Чакрам. А если что, у Фэби, в принципе, есть свап-стан. У Эта очень мало здоровья остается. Да, не было у Венгиры. Да-да-да, просто не было маны. Маны, маны, нет вообще. Но у нас только на свап была мана. Если бы, в принципе, использовала у Фэби, возможно, и добежали бы до Урса в итоге. Не факт, конечно, но шанс был такой. Урса возвращается на Тир-1. Висп отсюда улетает. В MVP правильно решили не нападать дальше. Дизраптор покупает себе Мидос. Почему бы и нет? Игра обещает быть увлекательной. И долгой, это точно. Возможно, долгой. Возможно. Не, ну вообще, я думаю, в ВГР были бы не против закончить там в течение минут 15. Но остается мне, что против этого тинкера, который фармит и фармит, и против него пушить очень тяжело. Есть подозрение, что игра может затянуться. С Эйнджин Дьяша все-таки ластилера, да, гадали мы, думали, что это может быть все-таки сиян. Ну, хоть чуть-чуть пошустрее двигаться, конечно, это тоже правильно. Да, правильно, да. Я же говорю, я сначала думал, что возможно, алибарда соберет, потом как-то мне даже больше приглянулась сиян. Я больше калибардист понесю. Да? По-прежнему, да. Потому что все-таки у ворота против Урсы очень крутые. Против Джигернаута неплохие, против там бисмастера с пачкой разных суммонов. Это тоже очень хорошая штукьянция. Сия вполне понятно почему, но мне кажется, приоритет стоила в пользу алибарды. Давайте. Ну ладно, ладно, ладно. Посмотрим. Может, в дальнейшем это будет чуть более эффективно, даже посмотрим. Вот башер нарисовался у Урсы. Ладушки. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Ладушки, а ладушки. И Battle Fury подъезжает к Ноно. Вот Ноно 1300 хп. Байт на Тинкера планируется, насколько я понимаю. Да, тут три героя в смоке. При этом в инфесте находится Лейфстиллер внутри Эр Спирита. Тинкер очень жестко подставляется. Как бы он тут недоподставлялся. Просто взрывает его Урса, потому что проходит баш. Там параллельно еще ультит Бистмастер. Но за это его будет наказывать Лейфстиллер. Увозит Бистмастера Айо. И добивает все равно Микасу. Или нет. Хилит хорошо Висп. Фарив не может добить его. И не попадает, к сожалению, проезжая на Тимберчейне по Бистмастеру. Он, скорее всего, даже хотел увернуться от нападения Урсы. Не увернется Венгад от нападения Урсы, это точно. Тяжеловато вернуться Венгад от нападения Урсы. Уже у Урсы закончились заряды в диффузах. Прошло буквально два замеса, а зарядов больше нет. И в итоге летит сейчас рецепт на вторые диффуза. Но эти диффуза были использованы с пользой. Классно звучит, да? Использованы с пользой. Здорово. Так вот. И драку в итоге Вич и Гейминг Реборн выиграют. После этого они забирают Рошана. Это второй Рошан в этой игре. Урсевич обзавелся еще и гидой. А MP улетает с рейджи телепорта. Ну и что? MVP немножечко обожглись. Сейчас об Медведа. Джаггернаут обходит Лейфстиллера по фарму. Но суммарное преимущество команды Вич и Гейминг Реборн составляет уже более 5000 Нетворса. И ситуация резко для них улучшается. Она и до этого была неплоха. Потому что мы видели Урсу-убийцу. Который просто всех вертел на своих диффузах и башерах. Урса-убийца. Это правда. И скоро будет там еще 16-й. То есть третьего уровня. Инрейдж. Ужас, ужас, ужас. Юл приобретает себе Тимберсу. Кстати, хорошая такая штука. Можно там и пережить статик-шторм иногда. Можно и от Гримса спастись частенько. Возможно даже каких-то инициаций Урсы. Но опять же таки это все можно раздиффузить. Поэтому так себе. Но в итоге диффузы-то не бесконечные. Их всего 8 зарядов остается у Урсевича. Так что такое дело. 23-15. Вич и Гейминг Реборн могут пойти сейчас в пуш. Потому что у них есть определенное преимущество. Но в защите, мне кажется, МВП очень неплохи. Очень сложно пушить против Тинкера. Против инициации, которая есть у МВП. В виде Эрспирита и, естественно, инфест-бомбы. Поэтому, возможно, стоит пользоваться как-то вардами. И вот, посмотри, на Урсу просто нападают. Но Урса разворачивается. Причем, не забываем, там и по-прежнему есть и гида. Висп спасает. Так что еще пошел свап. Энда в итоге разорвали. Но это только минус гиды бессмертных. И пошел статик Шторм. Тут же Джиггернаут с распрыжечки. Минус МВП должен быть. Да, так и есть. Вкатывается Эрспирит. Но Джиггернаут уже в раскрутке в очередной раз. Очень много промахивается Тимбер в этой игре. Постоянно мажет чакрамами. Пытается кинуть как-то на упреждение. Но противник просто разворачивается и уходит. И Форево. Получится ли вернуть? Глимпс имеется. И да, вот он. Вот он Форев. Ну, если что, Юльчик. Да, вот тот самый Юл. Правда, маны вообще нет. Есть стики. Прожимает их Форево. Остается 215. Урса просто прыгнет и порвет. Урса может. Вполне. Но, с другой стороны, там сейв. Нет, нет маны у дубу. Есть, правда, Феби. Тогда пришлось бы жертвовать собой. Но вообще ничего этого не происходит. И драка все равно за Вичи Гейминг Реборн. Ну, потому что все-таки Урса не погиб. Потерял лишь Аегис. А своего кэрри МВП потеряли. Такс. Что дальше? Ну, Аганим почти готов уже у Тинкера. Там еще полторы тысячи ему не хватает. Но я не думаю, что будут проблемы с фармом у этого друга. Ну, с появлением Аганимов драться станет поприятнее. Командир МВП. Это точно. Да, в том-то и штука. Они не могут нормально инициировать. Вот у Астилера не получается толком в кого-то вгрызться. Там постоянно работает вис на подсейве. А законтрить этого виспа достаточно тяжело. То есть, если у дубу каким-то умопомрачительным образом получится кинуть камень вдоль тезера, когда висп подтягивается, чтобы возить с релокейта, и оглушить виспа во время этого. Ну, это будет просто хайлайтик очень такой серьезный. Но это провернуть очень тяжело. Ты не знаешь, где этот висп находится, откуда он будет. Это очень часто от рандома зависит. Да, да, да. То есть, тут повезло, не повезло. Я не думаю, что есть там какие-то супер специальные наработки. Но только если у тебя есть, например, вижен, да, с той стороны, где будет идти висп, тогда возможно. Если так, то, естественно, уже можно абсолютно осознанно вытворять подобные финты. А так это обычно действительно доля везения, плюс где-то чуйка, понимание того, что происходит. А по-другому не получится. По-другому висп будет постоянно спасать. Тут нет какого-то... Смотри, Микаса купил себе Shadow Blade и идет инициировать. Интересное решение. Кстати, купить Shadow Blade сразу после нейронной иконы не даггер конкретно. Да, альтернативный способ инициации. Это может очень часто играть очень полезную роль против властелера того же, когда вдруг там где-то вижена не хватает, команде MP или что-то вроде того. Где-то можно увернуться, например, от лакетки какой-то, которая у тебя летит, тоже, если вижена не будет и MVP. Хотя пока MP этим не страдают. Вроде как эксцентрики с собой всегда носят. Я думаю, что даже к этому будут готовы. Вот сейчас как раз MVP понимают. Там убегали кентавры, значит, кто-то их фармил, но никого не находят. И отправляются пушить тир-2. Очередной байт на тинкера. В прошлый раз плохо получилось забайтить. В этот раз, возможно, рассчитывают на лучший исход. Странно, что они используют сканы сейчас команды. Хотя казалось бы, что ситуация... Да, первый пошел, но это был скан от MVP. И они не находят Вич и Game of the More, хотя с другой стороны могут, наверное, предположить, где они примерно находятся, раз там их нет. Ну, тоже пальцем в небо, потому что вижена не так, в принципе, много. Получается, только вот в этом месте, куда скан примерно и наживали, был вижен. А вот верхняя часть карты, она не видна команде MVP. Да, и VGR тоже немного побегали. Кстати, Джаггернаут очень сильно набирает. Джаггернаут уже первое место на Панетворсу держит. Помнишь, какой у него был старт отвратительный? Я прекрасно все помню. Я помню, как его насиловали, как они там с Испом пытались атаковать. Какие трюки они проделывали, но здорово это накрывали все MVP. Да, классные были там контратаки, но ситуация целиком полностью исправилась. Манта Стайл появляется у Джаггернаут. И сейчас какой-то там алтимой торг рецепт уже есть. Дезолятор, в свою очередь, подкатывает к Лайв Стилеру. Но вот без Ахас Сейбра урона может не хватить. Взрывного урона. Да и плюс этот Висп, как же до него добраться, как же его остановить. Очень приятно в таких ситуациях условный Тайдхантер. Когда ты начинаешь нападать, ты понимаешь, что Висп будет спасать Сейллокейт. Ты просто прыгаешь с Тайдом, с Ревейджем. И тебе не нужно думать, откуда Висп летит, у тебя вокруг все подпрыгивает. Но есть нюанс. Тайдхантера нет. Это проблема. Взять его сейчас тоже сложно очень. Очень трудно сейчас. Нужно очень много заплатить, мне кажется, чтобы вязать Тайдхантера в этот момент. Именно так. Смотри, очередной забег. В Шадоу Блэйде будут нападать сейчас на Эмпи. Идет разведочка. Эмпи на него накричали. Но сразу же идет свап. Джиггернаут. Мата Стайл использует. Избавляется от Сейленса. Дальше прыгает Урса. Сдувает Феби. Ну и Урса получает сам лазер. Правда, слишком поздно он его получает. А тут Фореф. Один против пятерых. Слушай, ну вот есть как раз-таки Юл. Спасается немного Тимбер. Энд получает лазер. Энд не может сейчас особо атаковать. Понятное дело. Джиггернаут распрыгался. Он дэмэджа особо не нанес. Фореф получает башек и погибает. Как же не везет здесь Тимберу. Все. Все. Это конечное. МВП у них закончился урон. Но есть сейвик. Даже если они убегут, это вообще никакой роли не играет. Потому что как они будут останавливать в данный момент ВГР. Глимс используется. Кво получает баш с первого удара. Хорошо прется Урса. С первого и второго удара получается баш всегда. Там еще и Эмпи нужно было бы добить. Появляется руна ускорения. Одна секунда. А крипы подсвечивать сейчас будет Глимс. Кек. Нет, не будет Глимса. Будет Рейдж. Будет Рейдж. Стори. Успел. И как же ему повезло, конечно. А вот Феби приходит. Казалось бы спасать своего тиммейта. Но погибает сам. Что он там делал? Друг. У тебя только что Лайфстилер еле ушел из этой же локации. Зачем ты там оказался? Я так думаю, что он, возможно, бежал спасать Лайфстилера. Типа. Если вдруг... А он не в курсе? Инфы не поступило? Что? Братан, со мной все норм? Задержка. Пока дойдет. В мозгу там пинка или что? Да, там Урса Лайфстилера убивает. Это я слышал, как заорал просто Тоби. Но на самом деле я не знаю, что там делать даже Лайфстилер. Он хотел тоже халявить. Но все почему? Все потому, что проходят баши. Все почему? Потому что Энд проплатил. Премиум аккаунт? Премиум аккаунт. С активной кнопкой баши. Да, но Урса просто бьет слишком быстро, поэтому один или два удара, естественно, всегда срабатывают. Понятно. Понимаешь, когда это проходит прямо с первого-второго, ты вообще ничего не можешь сделать с этим. Ты просто погибаешь. Вот в чем проблемка. Конечно, он рано или поздно забашит. Там удар четвертый, там пятый. Обычно это уже похоронные. Когда он с первого баши, да, Ко нашли. Как он распластался на земле, просто звездочки лежат, я сдался. И мне кажется, что это выражение недалеко от истины. Это та игра, которая нам была нужна перед сном. Роман, 30, вторая минута игры, 31-16. Никто Гост сделали 40, 7 киллов команды на двоих. Я хотел быстрой доты, много киллов, мы ее получили. Да, убийств было колоссальное количество. Сейчас несут в ГР центральную линию. А, байбека у Тинкера нет. На фланге они в любом случае идти не могут. Там еще тир-2 стоят. И это немного грустно. Это задержит игру на ближайших минут 10, возможно. Но все же, все же преимущество уже просто невероятное, чудовищное, колоссальное, катастрофическое. 14 тысяч. Да. На форса. Я пытался подобрать какие-то еще синонимы, чтобы продолжить твою тираду. Но мне очень сложно уже прости. Громадное. Громадное тоже подойдет. Обширное. Нет, обширное это не много. Обширное преимущество. Это из другой области немного. Из области медицины? Нет. Обидно. Еще из другой. Ну ладно. Блинг Даггер появляется у Тимбера. Друзья, на мой бейсмастер тоже, кажется, блинком обзавелся. Много кто уже обзавелся блинком. Даже Дистраптор его купил себе. Если уже Дистраптор с блинком, то о чем говорить. Да, у бейсмастера тоже только в Курере сейчас есть блинк. Дистраптор с блинком тоже неплохо смотрится. Сейчас в смоке, вроде бы, ребята, прыжок в пустоту только что был совершен. Как же стирает Урса. Ой-ой-ой-ой. Еще ультимейт джиггернаута по Феби. Даблкил уже делает Ноно. И Фарив тоже погибает. Энн добивает его. Пытается улететь Тинкер. Но попадает в кучу событий каким-то невероятным образом. И тоже погибнет. МВП в этой игре выглядит просто бессильно. Очень классно все исполняет Вич и Гейминг Реборн. Отличный пик и еще более хорошая реализация, наверное. Все-таки ребята катают по карте здорово. Да, просто в один момент перефарм был достаточно высокий. Вот эти два кора неплохо начали справляться. Контроля было очень много. Я бы хотел выделить Дизраптора с его глимсами, от которых было тяжело убегать Тимберу. Тимбер обычно чем славится? Тем, что он там где-то нашкодничал и уехал на Тимберчейне. А здесь ты никуда не уезжаешь. Здесь ты уезжаешь в таверну. Да. И это была серьезная проблема. Потому что у Тимбера тут пять смертей. Мы видим, заходят на вторую линию уже ВГР. Забирают очень быстро в вышечку. Сразу же рассасываются вокруг Чакрама. Да и на эту Чакраму, я думаю, тоже плевать. И просто сносят бараки. Беда-печаль. Ну и вторая линия, да, для команды ВИЧ Гейминг Реборн. Банка-камушка. А, попадает, кстати. Слушай, у Энда-то нет гиды. Если что, на виспу в ахиле Трилокейт тоже был. Но Энда особо не парится. Он в Юре, кстати, находится. Он прожал уже ультимейт. Мало дэмэджа. У команды MVP в итоге выжигает Урса. Кто выпрыгивает из-под Чакрама и 4F также гибнет. Да. Good game, пишет команда MVP Phoenix. Эта встреча, ну, наверное, совершенно закономерно заканчивается. Что там 1-1. В первой игре классно отыграли MVP. Действительно, все получалось. Но во второй игре хороший пик и потрясающая реализация от команды ВГР. Заслуженно. Вполне заслуженно вторая игра за ними. Да, да. Я...